Всем большой шалом из Эрц Израэля, с земли Израиля. Сейчас я нахожусь на юге Израиля, в пустыне. Рядом здесь Египет и Ордания. Все вот так вот, как наконечник ковья. Это часть Израиля у Черного моря, Красного моря. И хочу поделиться одним откровением, пониманием, которое вере послужит многим. Иногда задают такой вопрос, ну или сама ситуация задает этот вопрос. Приезжаешь в какой-то город, в какую-то местность, допустим, в Израиль. Или просто переезжаешь на какое-то время в другой город, не твой родной. И один человек чувствует какое-то давление, атаки, угнетение в этом новом месте, которого он не чувствовал в предыдущем, там где он живет постоянно. Другой же наоборот говорит, да ничего я не чувствую, что ты все выдумаешь, да все тут нормально, все хорошо. Почему одни при посещении тех или иных мест, пусть даже можно и в своем городе, есть просто места, куда ты заходишь, и как будто давление идет на голову, как будто нутро не имеет покоя. То есть идет какая-то духовная реакция. А иной человек ничего подобного не чувствует. Вот мы были сейчас в Иерусалиме, провели там 4 ночи, и я могу сказать, что мне хватило. Первые 2 ночи я не спал вообще, потому что интенсивность такая идет, духовная в этом городе. И я не знаю, выдержал бы я там больше, допустим, не 4, а 8 или там 10 дней, именно находиться там, то есть в том статусе, в котором я, то есть служитель. Вот 4-5 дней, и я чувствую, что я как истощен уже был, духовно истощен, как будто ты отдал очень много сил. Кто-то скажет, да, что вы говорите, все замечательно, я приезжаю и в Иерусалим, и куда угодно, и замечательное себя чувствую, могу там находиться неделями, и не иметь никакого ни давления, ни беспокойства, сплю сладко, ем вкусно. Так вот, почему, да, вопрос такой, почему одни чувствуют и переживают на себе какие-то давления, в том числе демонические, а другие, я имею ввиду верующие люди, другие вообще не чувствуют, и все замечательно у них. Или же наоборот, то есть те, кто не чувствует здесь, в другом месте их давит, а иной проходит, и да, меня нормально, никого давления не почувствовал. Все дело в рангах, в рангах, духовных рангах, потому что в духовном мире есть ранги, есть и иерархия. И духовный мир, вот как различаются военные на земле, по знаком отличия, то есть какие-то звезды, какие-то лычки, какие-то берочки, и ты видишь, кто перед тобой стоит, рядовой или офицер, капитан, или это какой-то уже маршал. Так вот, в чем соль того, о чем я хочу сказать, что духовный мир точно знает твой ранг, то есть в каком-то ранге, в каком-то статусе. Этот ранг дается Богом, его нельзя как-то на себя напялить. Я могу кричать, что я апостол, я апостол, но не быть им в духе. И хотя я могу убедить вокруг себя группу людей, что я апостол, а они мне будут называть апостол Юрий. Но если я в духе не назван Богом, то есть я не являюсь уполномоченным, не имею статуса, который дает Бог, имени, которое дает Бог, то ни ангелы, ни демоны не видят ничего апостольского во мне, несмотря на то, что вокруг меня может быть группа воздыхателей, которые будут говорить апостол, апостол, апостол. То есть в духе есть ранги, есть статус. Это зависит от духовного роста и от полномочий. Соответственно, когда вы попадаете на какую-то новую территорию, будь то в вашем городе, повторюсь, но чаще это чувствуется очень остро, когда едешь в другие города. Вы приезжаете и если... То есть вы встречаете духовный... То есть, вернее, вас встречает духовный мир в соответствии с вашим рангом. Смотрите, также в земной жизни, в земной политике, вот как это было один там... Мы можем ездить по территориям, но есть места, куда, если приезжает человек, имеющий определенный чин, статус и положение в государстве, то на это сразу идет реакция вокруг. То есть он туда прибыл, он туда ездил. Кто-то выражает ноты протеста. Вот не так давно один из... Ну как их назвать правильно? Из правительства России съездил, пофотографировал там пейзажи на одной территории спорной. И там уже ноты протеста, там уже кипиш начался, с другой стороны, кто тоже претендует. То есть на эту территорию. Когда один человек едет в другую страну, то есть президент, министр, какой-то главнокомандующий, значит что-то серьезное затевается. И начинается движение вокруг всего этого человека, его передвижений. Так вот, когда вы в духе въезжаете в какой-то город, помните Ефес? Весь город пришел в движение, когда Павел и Сила зашли туда. Они ничего не говорили, никто не трубил перед ними, но в город зашел ранг, высокий божий ранг. И весь город взбаламутился, переполох начался в духе. И духовный мир закрутился, и физически в том числе. Вот так вот и с нами. Когда вы заходите, если у вас есть высокий ранг, вы в духе имеете определенный статус и ранг, то заходя в город, вы будете встречать оппозицию высокого ранга. Другой же человек, кто не имеет его, кто находится в духе, по духовному росту и полномочиям ниже, он не почувствует, потому что духовный мир не будет с ним иметь дело. Можно говорить, мы все равны во Христе Иисусе, ничего подобного в Библии вы не найдете, потому что весь Новый Завет говорит, что есть разное, есть возрастание, есть разные дары, разные призвания, звезда от звезды разнится в славе и так далее. Поэтому не может человек новообращенный иметь оппозицию от какого-то мероправителя или территориального духа того города. Не дорос, так скажем, и слава Богу, слава Богу. Но по мере того, как вы растете, вы уже, наверное, это поняли, вы будете встречать все более жесткую оппозицию. Вы будете все более остро чувствовать и духовный мир, и духовную атмосферу городов, регионов, людей, и вокруг вас будет больше вот этого вот потоков вот этих духовных, этого движения. Вот как это работает. То есть духовный мир реагирует на ваш ранг, на ваш статус. Статус и ранг дает Бог. То есть как полномочия. Повышен или разжалован. Такое тоже бывает. Когда человек понижается в духовном ранге из-за определенных действий своих. Соответственно, одни могут чувствовать сильнейшую оппозицию, противостояние, быть вымытыми, выжатыми. Их дух воюет в этот момент. А кто-то отдыхает и наслаждается жизнью на том же самом месте, верующий в одного и того же Бога. Это духовный мир. Это мир рангов, статусов и чинов. Поэтому бесчинство – это один из грехов, о чем также написано в слове. Чины, да. Есть в духе чины. Кому честь – честь. Ангелы, в том числе, они… Вот у Ишуа сказал, у меня, если надо, будет 12 легионов ангелов в моем распоряжении. Отец мне их высвободит. То есть ангелы, они также высвобождаются вокруг нас в соответствии с чином, рангом, статусом и именем, которым нас называет в данный момент Господь. Надеюсь, что теперь будет, особенно для тех, кто переживает такие вещи, понятней, почему, допустим, у вас что-то есть, а вокруг вам говорят, да все нормально, живи и радуйся. А ты не можешь жить и радоваться, потому что твой дух сейчас находится на передовой. И там дует… То есть, смотрите, внизу может быть штиль, но поднимаясь выше, там начинают ветра гулять, намного более сильные и свирепые. А руах – это ветер. То есть, чем выше мы поднимаемся, чем ближе мы к Богу, тем с более сильными ветрами мы будем сталкиваться. И божьими, и демоническими. Вот такие вот вещи. Поэтому не чуждайтесь. Из этого как приключения для вас странного. Всем еще раз большой шалом из Израиля и спасибо за молитвы, за поддержку. Я верю, что все идет по плану Божьему. Будем возрастать и приближаться к Богу, несмотря ни на какую оппозицию. Потому что нанести поражение тоже – это вопрос статусов. Мы не можем наносить поражение духом, которые против нас даже не выйдут на битву. До которых мы не можем дострельнуть. Написано «наступать на всю силу вражью». Наступать – это на земле. На земле. То есть, есть наземный уровень духовной войны. Тогда, да, вопросов нет. Если в ваш огород зашел какой-то дух, вы имеете право его раздавить. Но есть духовная иерархия, которая не по земле двигается. Она находится на высотах. И вот там уже, чтобы бросить им вызов, чтобы даже они вышли против вас на битву, нужно быть уполномоченным Богом для этого. Иметь статус, иметь определенный духовный ранг. Потому что иначе вас просто этот демонический мир проигнорирует, если у вас нет ранга от Бога и полномочий. Вот так вот. Конечно же, полномочия и ранг это абсолютно не повод гордиться. Мы не можем этим козырять и как-то показать друг другу. Скорее, это цена, которую приходится платить. Чем выше ранг, тем выше эта цена. Но и плоды, соответственно, тоже больше. Шалом! Субтитры создавал DimaTorzok